Привет, друзья! У меня появился небольшой перерыв между уроками, поэтому я решила записать для вас видео, где я сфокусируюсь на сравнительной степени прилагательных. Мне кажется, у меня уже есть одно видео на эту тему, посмотрите его где-то здесь. Вы, наверное, знаете, что у прилагательных есть две степени. Превосходная степень, ее образовать достаточно легко, нужно подставить самый, самое, самое, самое перед прилагательным. Например, это мои самые любимые очки, это моя самая любимая рубашка, это мое самое любимое ожерелье, Это самый красивый парк во Вьетнаме. Здесь достаточно все просто. Образовать сравнительную степень тоже достаточно легко. Нужно поменять окончание на ее, но здесь достаточно много исключений. И в этом видео я постараюсь использовать по максимуму большое количество исключений. Если вы подписаны на мой Patreon, то там вы сможете найти расширенный список самых распространенных прилагательных в сравнительной форме и упражнения ним. И также в этом видео я немножко расскажу о жизни во Вьетнаме и буду сравнивать жизнь в России и жизнь во Вьетнаме. Во Вьетнаме я живу уже больше шести лет и это мое чисто субъективное мнение. Если оно отличается от вашего, прошу прощения. Итак, я сейчас нахожусь в парке. Во Вьетнаме, откровенно говоря, не очень много парков. В России, особенно в Москве, парков гораздо больше. Во Вьетнаме и в Хо Ши Мине парков меньше. Итак, давайте посмотрим вокруг, что мы можем здесь сравнить. Итак, это река. Река, к сожалению, грязная. Река грязнее, чем парк. В парке достаточно чисто. Парк чище, чем эта река. Вы видите это здание. Здание высокое. Это здание выше, чем это здание. Это здание ниже, чем это здание. Там вы видите много яхт. Яхты достаточно дорогие. Яхты дороже, чем эта старая лодка. Эта старая лодка дешевле, чем эти яхты. Здесь относительно тихо. В этом парке тише, чем в центре города. Там, кстати говоря, находится большой жилой комплекс, где через час у меня будет урок. Так, ну а что касается жизни в Вьетнаме. Если в принципе сравнивать, то, на мой взгляд, мне, как любителю таких челленджей, жизнь интереснее в Вьетнаме. Но с точки зрения культуры, в Москве культурная жизнь интереснее и богаче. В Москве намного больше театров, выставок, музеев. Во Вьетнаме их меньше. Но во Вьетнаме мне больше нравится погода. Здесь теплее, здесь жарче, чем в России. В России намного холоднее. Что касается еды, то мне кажется, вьетнамская кухня, она разнообразнее и богаче, на мой взгляд. Но всё-таки мне, наверное, по душе ближе русская и европейская кухня. Что касается цен, то во Вьетнаме цены ниже, в России, в Москве цены выше. Но смотря на что. Люди. Как мне кажется, люди доброжелательнее и добрее во Вьетнаме, нежели в Москве. Может быть, это связано с климатом, не знаю. Но в России люди достаточно закрытые, зажатые и неэмоциональные. Во Вьетнаме люди открытые, весёлые, на мой взгляд, и достаточно доброжелательные. Но большим минусом жизни во Вьетнаме для меня является шум. Здесь очень шумно. Вьетнам намного шумнее, нежели Россия, либо Москва. Там намного-намного тише. Здесь постоянный шум. Найти вот такое тихое и спокойное место достаточно сложно. Русский язык и вьетнамский язык. Русский язык сложнее вьетнамского языка. Но вьетнамское произношение гораздо сложнее русского. Здесь шесть тональностей. Что делает вьетнамское произношение очень сложным. Говорить и понимать очень-очень сложно. Но русская грамматика намного-намного сложнее. Где жизнь веселее? Даже не знаю. Наверное, это зависит от того, что вы предпочитаете. Но здесь очень много клубов, баров и ресторанов. То есть тут можно тоже хорошенько повеселиться. Какая страна красивее? Даже не знаю. Во Вьетнаме очень красивая природа. Но с точки зрения архитектуры, мне кажется, Москва красивее. Вот и все. В принципе, мои ощущения и мое лично субъективное мнение. Если вам интересно что-то узнать о жизни во Вьетнаме, пишите. Ну и подписывайтесь на мой патреон, если вы хотите выполнить упражнения по прилагательной, сравнительной степени. Пока-пока.